всем привет дорогие друзья из аланьи сегодня у нас не солнечная но немножко пасмурная аланья и как вы думаете где мы находимся мы находимся в местечке которое называется у лаж сейчас уже вечер пол седьмого и перед комендантским часом который у нас 7 вечера по будням до 5 утра мы чуть-чуть прогуляемся с вами на свежем воздухе очень классное место это место я еще не снимала для вас поэтому те кто не подписан на мой канал обязательно подписывайтесь у меня все самое интересное то что вы не увидите ни у кого другого это я вам гарантирую улаж расположен на дороге которая ведет в аланью не доезжая туннелей если ехать в аланью и здесь вот такой вот прекрасный парк где можно сидеть на лавочках ну и конечно же любоваться морем здесь также есть место для пикников и очень красивый пляж здесь несколько террас и есть места для мангала мы сейчас с вами спустимся в самый низ и чуть выше покажу вам вид на сам пляж и море вот такая вот дорога ведет на сам пляж посмотрите какой здесь потрясающий сад и пальмы просто огромные листья которые ломятся под своей тяжестью такие сочные красивые очень и очень здорово обожаю такие места ну а еще больше конечно же друзья обожаю эти места показывать вам такое ощущение что мы находимся где-то в джунглях и проходя через вот эти вот потрясающие деревья мы попадаем на пляж чуть выше вот там вот находятся места для мангала а здесь расположен пляж кстати этот пляж как каменный так и песчаный если говорить о пляже то например вот здесь мы видим много камней чуть дальше очень хороший песчаный пляж и на этот пляж даже приходят прогулочные яхты которые возят туристов а вот там вот тоже вы видите очень красивый пляж песчаный который можно также посещать и купаться какая же здесь невероятная тишина друзья не забывайте подписываться на нашу группу на фейсбуке айхам там постоянно делает прямые эфиры и вот ну а мы с вами сейчас я в туфлях видите в каких и все ради вас друзья ну и конечно же для того чтобы полюбоваться морем сейчас подойдем чуть поближе к берегу сегодня я получила один из самых наверное на просто вырви глаз честное слово комментариев на ютюбе после того как я опубликовала видео из ресторана ахмеда уст и человек написал о том что это прошлогоднее видео что я загрузила прошлогоднее видео что я обманываю людей что в алании сейчас жара а я хожу в футболки я хожу в пальто и сижу при температуре 21 градус в пальто в общем что я всех обманываю что видео прошлогоднее что не надо вводить людей в заблуждение и так далее ну честно говоря я вот не знаю что на это ответить просто хочется посмеяться и сказать человеку спасибо вы сделали мой день на самом деле мы местные люди мы в 15 плюс 15 ходим я хожу в пуховике вугах и в шапке потому что нам холодно в плюс 21 я хожу в пальто туристы ходят в футболках и в шортах поэтому друзья ну когда вы пишете такие комментарии ну и обращаясь тоже к этому человеку пожалуйста прежде чем вы пишете такие комментарии вы просто подумайте о том что все люди разные есть местные жители есть туристы кому-то жарко кому-то холодно кто как хочет так и ходит вот сейчас например райхан в футболке а я в пальто и у меня еще в машине шар потому что мне прохладно в общем спасибо тебе человек который дал всем нам надеюсь вам тоже посмеяться смех как говорится удлиняет жизнь поэтому давайте больше улыбаться ну а сейчас я уже подошла на самый берег посмотрите какая потрясающая здесь береговая линия просто невероятно давайте полюбуемся морем вот такие трудности ради вас друзья и ради того чтобы снять красивые кадры моря не жалея обуви не жалея себя но посмотрите какая здесь чистейшая вода и кстати сюда можно приезжать и купаться даже тем кто не любит скалы потому что посмотрите вход в море потрясающий обязательно обязательно я точно приеду сюда летом вода просто невероятной красоты просто потрясающе друзья вот еще один таинственный пляж а представляете как классно здесь летом лежишь на горячих камнях и море посмотрите насколько оно здесь чисто в общем летом это будет первый пляж куда я хочу приехать это потрясающе мне очень понравилось представляете за вот такие вот казалось бы неприступными скалами на которые даже лезть не хочется открывается вот такая вот красота мы покидаем этот потрясающий пляж но летом обязательно вернемся а вот там наверху беседки и начала цвести глициния сейчас мы туда и отправимся посмотрите мимоза цветает в общем потрясающе очень красиво тихо спокойно красота вот она цветущая глициния на фоне моря жаль что камера не передает аромат но посмотрите какая это красота очень красиво конечно просто не передать словами очень люблю глицинию за вот такие вот красивые гроздья яркие и она видите только распускается очень красиво на фоне моря что-то невероятное а внизу беседки еще один ярус беседок поэтому друзья вот еще одно тайное место для вас если вы хотите тишину покой посмотрите какая красота друзья наступил следующий день как вы думаете где мы находимся а мы находимся на пляже клеопатры на дом латаши и до наступления каминанского часа осталось всего 15 минут наступает он в 7 часов вечера но посмотрите сколько здесь народу потрясающая погода и никто не собирается мне кажется уходить домой но на самом деле в 7 часов через 15 минут здесь не будет вообще никого в общем вот такая вот классная погода сейчас с вами прогуляемся немножко и кстати опять по поводу погоды смотря на меня на то что я в пальто и плаще кто-то писал что ой как холодно вала не надеюсь что будет солнышко и так далее все одеваются так как им хочется я например хожу в плаще вот за мной девушка играет настольный теннис в курки курки а рядом с ней ребята ходят футболках поэтому каждый выбирает как ему одеваться сам как ему удобно в общем сегодня вчера была немножко такая пасмурная погода а завтра будет очень тепло и завтра мы поедем опять во в салар я буду снимать для вас очень классное видео по недвижимости по новым проектам которые строят во в саларе расскажу уже в следующем видео почему но а сейчас идем гулять по пляжу вчера мы с вами были в овса вовс нет него в саларе мы вчера с вами были в улаше и помните какое спокойное там было море а сегодня например на дом латаши на клеопатре вот такие вот шикарные волны кстати в описании к моим видео ко всем видео есть ссылка на метеорологический институт турции где есть и погода температура воздуха и также ссылка на температуру воды во всех регионах турции поэтому заходите и смотрите ну а сегодня море просто шикарное такое такое море таким море я не видела давно завораживай просто потрясающе какая же это красота а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Можно просто приходить, даже смотреть на море, заниматься, кстати, спортом. Здесь я вам всегда показываю очень большая детская площадка, одна из самых лучших в Алании. И, конечно же, много спортивных площадок для тенниса, для всего. Но, как вы видите, это вот такой вот район, где всё очень хорошо, близко, рядом обустроено. И для детей, и для тех, кто любит море, и город рядом. Центр, рестораны, магазины, отели, всё, что нужно. Мы уже дошли до конца этого пляжа. Ну, точнее, до того, где улица заканчивается. Пляж, конечно же, продолжается ещё на много-много километров. Солнышко заходит. Очень сегодня, опять же, друзья, хочу сказать, что очень сегодня красивое море. Прям просто супер потрясающее. Не хочется уходить вообще, но уходить надо, потому что наступает комендантский час. Вот так вот красиво виднеется крепость Алании. А как тепло! Просто супер! Очень классная погода наступила. В общем, скоро лето. Да, друзья, вот такая вот у нас здесь, как всегда, красота, потрясающая погода. И, кстати, в конце этого видео хочу сказать, точнее, ответить ещё на один комментарий, который не постоянно, но иногда пролетает. Всегда есть тот, кто под каким-либо видео напишет, что постоянно снимаешь одно и то же. Ну, друзья, это жизнь. И поскольку я живу в Алании, естественно, я снимаю то, что находится вокруг меня, и то, куда я хожу каждый день. Из-за пандемии, к сожалению, нам не удаётся ездить так много, как мы, например, ездили раньше. Но всё-таки мы стараемся это делать. И сейчас, кстати, очень-очень много работы. И стараемся выходить вот так вот вечерами, прогуливаться по пляжу, гулять, дышать свежим воздухом. Ну, а ближе к лету, я думаю, что мы уже поедем во всякие интересные места. И, кстати, тоже для вас ещё будет один сюрприз. Кое-что произошло интересное в нашей жизни. Кто смотрел мои предыдущие видео, знает. В общем, скоро, скоро вы тоже узнаете об этом. Это касается личных каких-то дел. Но вы прекрасно знаете, что свои личные дела я никогда не разглашаю. Но, возможно, кому-то это будет полезно. Поэтому я поделюсь с вами. И если вы хотите знать всё самое интересное и, конечно же, полезное о жизни в Турции. И если вы хотите путешествовать вместе с нами, обязательно подписывайтесь на мой канал. У меня всё самое интересное и полезное. Ну и, конечно же, только достоверная информация. На сегодня я с вами прощаюсь с такой вот прекрасной панорамой. И увидимся с вами в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока. И как по скриптам, друзья, как я вам и сказала, 7 часов. И посмотрите, нет никого. Последние машины едут домой. В общем... А, ну это таксист. В общем, видите, пусто. Все разошлись по домам. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...